А всё равно, я, знаете ли, завидую семейным людям. А ты разве, Сашка, не был женат? Нет, Меркурионыч. Я, кажется, и на свет Божий родился бабулем. А сколько девушек поверяли мне в свои тайны. Сколько прелестных женщин избирали меня другом. Но и стоит мне окрылиться надеждой, она меня тут и огорошит. Отчего это, господа, так постоянно выходило? Ведь я не урод, не калека, не скажу, что глуп особенно. Неужели вправду есть люди, вылепленные из специально холостяцкого материала? Любили, конечно, и меня. Ну, какая это была любовь. После бенефиса попойка, ресторан. Пьяное враньё. А почему ты всё это рассказал-то? Ерунга какая-то. Что тут соль-то? А к тому, Меркурий Иванович, что, кажется, чего бы я сейчас не отдал за мирное, простое, семейное счастье. Иной раз иду вечером по улице и всё в чужие окна гляжу. Было, видишь, комнатка небольшая, лампа, самоварчик. Тепло должно быть там. Пахнет вкусно. Обедом или ужином, кругом лампы. Молодой народ. И стрякашка тут же где-нибудь пристроился. Сененький, опрятный. Сидит себе с трубкой. И все к нему так ласково, с почтением. А я, старый шут, стою на улице и мёрзну. И плачу. И всё смотрю. Саша. Душа моя. Да, я поцелую. Твою честную седую голову. Эх, братцы. Многому пережили. Всё просто твое. Что это? Аполлон. Отдайте, Меркурий Иванович, это личное письмо. А почему же конверт с казённым штемпелем? В конце концов, это непорядочно. Нет, Аполлон, я не буду смотреть. Но ты мне сам скажи, от кого ты получил это письмо? Ты куда едешь, Аполлон? Что вам за дело, Меркурий Иванович? Ну что вы всё ко мне цепляетесь? Вы сами сперва объясните, куда вы едете? А ну, Сашка, читай. Что тут написано? Не стоит, Меркурий Иванович. Я чужие письма никогда не читал. И поздно уж начинать. Не письмо читай. Адрес на конверте. Благотворительное убежище для престарелых немощных артистов имени... Читай, Сашка! ...имени безвременно почившего Алексея Ниловича Овсянникова, сына купца первой гильдии, неудавшегося актёра. Отдайте письмо. Вы жестокий и насмешливый человек. Что, Аполлон? Видно, совсем плохи твои дела. Я ж твои-то ценные бумаги. Не смейте смеяться, это подло. Да, я откладывал, копил, откладывал на чёрный день. На такой день, как этот. Впрочем, смейтесь, что же я... Вот вам повод посмеяться. Забавнейший анекдот. Как артист Райский отдал все свои деньги проходимцам, мошенникам, которые обещали ему приумножить капитал. Ну, что же вы не смеётесь? Это же прелесть как весело. Болван Райский попался, как ребёнок, как курица. Ему дали бумажки с печатями, фельдкины грамоты. Он целый год ждал, что получит кругленькую сумму. И, может быть, домик в Подмосковье. Проживёт безбедно свою старость. Ну, а теперь не будет домика. Не будет цветов на окне и маленького огорода. А будет койка в богодельне, чужой горький хлеб и холодное забвение. Значит, и здесь с товарищами будем, Аполлон Ильич. Ах, Сашка. И ты? И я, Меркурий Иванович. Я ведь про ангажемент присочинился. Нет никакого ангажемента и не было. Еду я из больницы, и адрес назначения у меня тот же. Богодельня для артистов, устроенная купцом первой гильдии Нилом Овсянниковым в память о своём сыне, неудавшемся актёре, умершем от чахотки и пьянства. Что же, Михаил Иванович, вот и слава. Будет хоть там знакомая душа. А то еду, и сердце сжимается. Куда, зачем, кто меня там ждёт. Не лучше ли было, как ты сказал, Давича? Стыдно мне, братцы. Стыдно и горько. Что же затворится в мире, когда кумиры публики, любимцы тысячной толпы, на старости нет ни средств, ни места, где можно достойно окончить свою жизнь. стыд, позор. А нельзя не признаться. Снова бы с вами в одном корыте браться. Я ведь тоже туда еду, богодельню. Я же возьмёк на подачках этого треклятого кумуса. Да как же. Вы это, Меркурий Иванович, вы по тысяче за выход брали. Неужели ты его и на старости или... А-а-а! В потаянии он должен кормиться. А дьячь больше кормится, Сашка. Я ведь и правда вышел на сцену в пьянках сапожник. Спектакли не доиграл. А треперирование заплатил, и ещё и все вещи ковисковал в счёт убытков. Так, Меркурий Иванович, молчи, Аполло. Молчи, иначе ты всё снова испортишь. Лучше выпью с тобой. А что ж, Меркурий? Выпьем мы, братцы, за нас актёров. Во всём мы грешны. Водку лакаем, скандалим, развратничаем. Зато мы простые наивны, как дети. Зато мы не помним зла. И каждый из нас готов отдать последнее, чтобы помочь больному товарищу. Вот это браво, Меркурий Иванович. Вот это хорошо. Примирела нас богодельня. Вот как получается. Твоя правда, Аполлон. смирился гордо духом. А за всем приедет ангел с горячим мечом. и содрогнёмся мы пойдём на колени и будем мы бегнуты в гиену огненную. полный вам, Меркурий Иванович. Господь милосерд. Я думаю, не будет там никакого ангела с огненным мечом. Гиены не будет. А что же там? А поле? Поле с цветочками махонькими. Всё колокольчиками, дуницами. И небо над полем ясное, тихое. И речка. Пойдём мы с вами по этому полю. А у речки сидит старичок. Рыбку уйдет. Уидится он нас божьих скомарохов и спросит. Что же вы, братцы? Каковы жизнь прожили? Грешили? Грешили, дедушка. Ответим. Кто же без греха-то? Ну, давайте, скажут. Покажите-ка души ваши. И покажем всё, что сохранили в глубине сердец наших. И злость свою, и горе, и обиды. И радость, которую делили с товарищем. Покачает головой старичок. Ничего не скажет. А потом возьмёт наши души. Прополосит в речке. А вода в ней чистая, рудниковая, и отдаст обратно. И поймём мы, что много на нас дурного налипло. Но всё нечистое отмывает вода милосердие. А всё хорошее остаётся. И старичок махнёт нам рукой, наступает себе, родимый. И пойдём мы так, будто снова в детство вернулись. Всё вокруг будет тихое, родное. И будет в душах наших радость и покой. Ташка, так ли? Ах, как бы хорошо было бы. А ты ведь снова врёшь. Может, и вру, Меркурий Иванович. А может, и правда говорю. Может, я во сне всё это видел. А сон-то был с четверга на пятницу, вещи. А что это, господа, кажется, станция? И правда, станция, Аполлон Ильич. А что же не выйти ли нам? Чудесная ночь, свежий воздух, луна. И буфет. У меня, господа, есть три рубля. Да ты богат, Аполлон. Видно, не всю твою кубышку вытрясли. Ах, друзья мои, верно сказал классик. Бывают в жизни артиста минуты, когда он стремительно спешит к своей цели, как из лука стрела, и остановить его напрасный труд. аккаунт. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok